Если я ударил себя и мне стало больно, то это означает, что я сильный или слабак? Кто пишет, ты дебил. Весомый аргумент. 7.00. Хм, странно, я выспался, чувствую себя бодро, а до будильника целых 10 минут. Чудно. Спишь 10 минут? 7.10. От твоего сонного трупа веет могильным смрадом. Один глаз не открывается, другой дёргается. Третий... Что, третий? Кости ломит, колени выгибаются наоборот. Немного о длине ночи. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться, глазки закрывай. Всё, вставай. Это было жестоко, как об асфальт шмякнуло. Сколько тебе лет? 27. Какое достижение ты считаешь самым значимым в своей жизни? Добежал до кухни раньше кошки. Ха, у меня даже такого нет. Бесит обновление Сбербанка. Они убрали мою любимую заставку с карельским пейзажем, с деревенским домиком и черничкой. На скале стоял медведь и приветственно взмахивал лапой. А если зайти ночью, медведя не было, он уходил спать. Вы реально думаете, уродские галочки заменят медведя? Никак не получается тратить деньги с умом. То ума не хватает, то денег. Каждый день человек делает свой личный, сложный, достоевский выбор. Тварь он дрожащая или всё-таки он перестанет подпитывать свою тахикардию и остановится на двух чашках кофе? Кажется, надо завязывать кофе. Спустя один час. Учитель, на выходные мы едем в Норвегию. Девочки, нет, там холодно, я не хочу. Парни, один с нами. Вперёд, Вальхалу. И да, друзья, здорово, меня зовут Алексей Сова. И сегодня я собрал для вас самые крутейшие мемасы, которые смог найти. Поехали. Отредактируйте на ваше усмотрение. Кто пишет, на мой взгляд, пострашнее медведя будет. Гусь, ну да. Это часом не Фридман делал? Кстати, если не видели, у меня на канале есть несколько подборок лютого фотошопа от Джеймса Фридмана. Очень угарно, зацените, если не видели. Вбейте в поиски Алексей Сова в фотошоп. Совет матерей предложил ввести налог для тех, кто отказывается иметь детей. Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребёнка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. А совет матерей не хочет сходить нахрен? Это бесплатно. Кто пишет, создаём совет Child Free, пусть платят деньги те, кто сознательно детей хочет. И обязательно проходят тест, который покажет, способны люди вообще стать родителями морально, ментально, психически, материально, духовно. Ещё куча синонимов, связанных с головой и всем, что внутри. Вот именно. Ребёнка завести, это вообще-то большая ответственность. Если некоторые не знают. Чем занимаются мои соседи в выходные дни? Кто пишет, ладно, хоть не перфоратором выдолбили какой-нибудь сарафан. Зачем? Зачем он это делает? Я сделал! Для всех, кто хочет валить, но не знает куда. Пользуйтесь. А ну-ка. Итак, куда валить? Вы трудоголик? Ну нет. Хотите вообще не работать? Ну да. Брак ради гражданства? Нет. США. Аляска. Ну нормально. В общем, друзья, можете пройти по схеме и выбрать себе место, куда валить. Этот парень заставляет мультяшек появляться в реальной жизни с помощью фотошопа. Кто пишет, человек занимается реально классными вещами. У меня, кстати, была такая идея делать такие приколы. Может быть, я когда-нибудь попробую. Ну, точнее, я уже пробовал. Вот пример грибочка из Марио, которого я пытался добавить. Я просто шел, увидел вот эту полусферу, такую красную, чтобы машины не парковались. И подумал, ой, это же башка грибочка из Марио. В общем, да, вот такой я немного чудной. Насколько ты состоятельный? Я в десятке. Форбс? Вас. Я нарисовал на руке батут. Теперь у меня есть развлечение на весь день. Всего лишь раз я видел такую силу. Да, когда на одном полупопе чувак сделал татуировку мужика с лопатой, а на другом полупопе гуру песка. И типа идёт у него полупопе, а таки сминаются. И типа мужик кидает песок лопатой. Не спрашивайте, где я это видел, я сам не помню. Кто-то. Ди Каприо не король мемов. Ди Каприо. Король червей. Ха. Плейстейшн 5? Выходит. Айфон 12? Тоже выходит. Я и моя девушка. Отдавай почку. Нет, ты отдавай. А можно никому ничего не отдавать и сидеть без айфона 12 и Плейстейшн 5? Япония планирует выбросить в океан больше миллиона тонн очищенной радиоактивной воды, оставшейся после Фукусимы. Вот и спойлер ноября 2020. Просто здравствуйте, просто как дела? Кто пишет, вода настолько очистилась у берегов Японии, что в океане снова появились мальки-годзиллы. Интересно, какого размера мальки-годзиллы. В нашем доме на первом этаже частный детский сад. Каждый раз, когда детвора выходят гулять во двор, на них надевают светоотражающие жилеты. И довольно часто слышны крики маленьких протестующих о том, что они не хотят на прогулку. Мы с женой называем этот протест... О, желтые жилеты опять бастуют. Ну, кто поймет, тот поймет. Я не понял. Союзмультфильм снимут игровой фильм о Чебурашке с бюджетом 600 миллионов рублей. Кто пишет в главной роли Петров или Козловский? Чебурашка, надеюсь, блин. Ненавижу на ларьках таблички, отошел на 15 минут. Как понять, когда, блин, начались эти 15 минут? Я пришел в их начале или они вот-вот кончатся? Сколько мне ждать в итоге, блин? Да, я тоже бомбил на эту тему уже давно. И бомблю постоянно, когда вижу эту табличку. Ну, напиши-то, вернусь в и время. И все, и нет проблем. Вернусь через 15 минут. О, господи. Фух, надо выдохнуть. Как выглядит мой рабочий стол? Мой рабочий стол с задней стороны. Это называется кабель-менеджмент. Ничего вы не понимаете. В Германии реконструировали облик неандертальца, побрили и одели в современный костюм. Многие узнали своего учителя труда. Кто пишет, да это же Шариков, когда вернулся от бабушки. Я предлагаю идею многогранной земли. Вроде как круглая, вроде как плоская. Придется по вкусу всем. Да, на это мы порешим. Я также картошку чищу. Я эко-френдли писатель и заботюсь об экологии, поэтому моя новая книга выйдет без обложки, без бумаги и вообще без книги. И будет стоить 8999 рублей. Надо будет позвонить и по телефону сюжет перескажу. Учимся у Эппл. Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд. А вас? Бубс. Бубс, бубс. Чё это вообще? Я очень предусмотрительный человек. Нет, ты вечно тревожный параноик. И очень предусмотрительный. Нет, ты просто начинаешь стрессовать от ситуаций, которые ещё даже не случились. Почти случился сердечный приступ. Кто пишет, даже котик над тобой стебётся. А чё это перед ним лежит? Ну, мне сначала показалось тоже, что это лапка. Вот что произошло бы с миром, если бы Эппл продолжили класть зарядки в коробки. Да, поэтому мы будем покупать айфоны без коробок. В смысле без зарядок. И без айфонов. Просто денежки на карту скидываем. Эппл и всё. У нас один занимался бизнесом. Узнал, что покрышки принимают и цену за покрышку. Посчитал, что КАМАЗ покрышек это 20-25 тысяч рублей. Нанял КАМАЗ, метнулся по организациям и насобирал покрышек. Приехал, взвесили. Ему дают бумажку на 22 тысячи рублей. Он, а где деньги получить? Они, какие деньги? Он, за покрышки. Они ему, мужик, это ты нам должен 22 тысячи за утилизацию. Бизнесмен. Пацан к успеху шёл, не повезло. Не фартануло. Годная футболка. А пивас будет. Вот вырасту, куплю крутую тачку. Не, ну зато не в кредит. Кто пишет? Ох, жизнь-то какая. На уроке труда начинаю мазать руки антисептиком. Из-за антисептика начинает вонять спиртом. Трудовик. Фуа там. Главное верить. Мустанг. Ну, почти мустанг. Просто он пока маленький мустангчонок. Куда же он делся? Мы не проверяем холодильник несколько раз в надежде найти новую еду. Мы проверяем его, чтобы понять, упали ли наши хотелки достаточно низко, чтобы съесть то, что доступно. Вообще да. Я тоже такой ночью открываю холодильник. Блин, ничего не кайф. Пошёл погулял. Опять открываешь холодильник. Ну, в принципе, в принципе, можно и вот эту мышь съесть. Кто пишет? Бабушка говорила, если тебе кажется, что ты голоден, подумай, хочешь ли ты капусту? Если нет, не голоден. Кто-то ещё пишет, так, не голодным от голода и умрёшь. Всего 4% россиян зарабатывают достаточно, чтобы быть счастливыми. Согласно данным опроса, для счастья жителю России в среднем необходимо 100-150 тысяч рублей в месяц. При этом москвичу требуется 150-300 тысяч. Счастье в сделку не входило. Ну, счастье не в деньгах так-то. Почему ты не писал? Это забота, глупышка. Если бы ты пряталась от маньяка, сигнал сообщения мог бы тебя выдать. Об этом ты подумала? Я наступил на кота. Кот. Кто пишет, а потом ты бегаешь за ним полдня и извиняешься. Xiaomi потроллили Apple, заявив, что не будут убирать зарядку из комплекта. Пользователи Apple, пользователи Xiaomi. Хороший план. Вчера мне позвонили из Сбербанка, которым я не пользуюсь, и обратились ко мне по имени моей сестры. На заднем фоне кричали какие-то дети, играл музон. Настроение – пожаловаться на неквалифицированное мошенничество их директору по мошенничеству. Маска Шрёдингера. Она как бы есть, но её как бы и нет. Родители, рассказывающие мне, как они добирались до школы. Как я буду рассказывать своим детям, что я пережил пандемию. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. Лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны. Нажимайте в колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. И зацените другие мои видосы на этом канале. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!